Субтитры сделал DimaTorzok И все вместе мы с вами создадим Офигенская спидран комьюнити ру Которая будет другу помогать Все хватит автопа и мы с вами начинаем Погнали, погнали, погнали Забыл сказать, поставьте лайк и комментарий Буду очень вам признателен за этот Простой мув, вот и все Всем привет ребят, с вами снова Хик Комментирую я, да-да-да, я Вторая часть Спидран, прохождение Лос-Антос, часть вторая Цезарь Вильбанта Следующая миссия у нас с вами, берем любой автомобиль И просто едем в гараж Где стоит наша преданная Саванна, честно говоря, не самый Мой любимый автомобиль, но Блин, такая миссия, такие правила Это единственная наша машина Вообще, которая нам предоставляется для того, чтобы Участвовать в лоурайдерских Вечеринках, я не знаю как это Правильно там называют, проходим на маркер И ждем, когда нам ее выгонят На самом деле можно просто Зайти-выйти Из этого гаража Но мы здесь ставим азот Всего лишь все, что нам нужно Не будем тратить время на кастомизацию Понятно почему Потому что это спидран И здесь важно время, которое у нас есть И чем у нас его Больше, тем Точнее меньше, тем лучше Вот, собственно, едем по канавам Никуда не поворачиваем Просто единственный такой Прямой и широкий маршрут Вот опять же, вы должны знать Эти маршруты Иначе, блин, поедете в город Поедете налево, направо Пока, блин, все эти Повороты Преодолеете Так у вас там время уже Знаете, сколько набежит? Ого, говошники Ого Типа столько не живут Вот А здесь Опять же, здесь спарим трафик Для того, чтобы видите Перекресток, да Тут можно, блин, так это Один раз я вторанился Что у меня, блин Саванна это перевернулась И больше не встала, нифига Вот, кстати, имейте это ввиду То, что Саванна она такая Соревнования Что они из себя вообще представляют? Во-первых, это Просто изи Я не знаю, почему для многих Эта миссия является какой-то сложной Но Сам тот факт, что здесь достаточно Набрать 1200 очков 1250 Потому что 1300 Соперник Как бы он не старался Как бы он не пахал Но он не сможет набрать Потому что Это максимум для этого скрипта Ну, противник наш, откровенно говоря, скрипт Да? Это его такое оскорбление Это его так называют Скрипт вонючий И он больше 300 Ой Больше 1250 очков Набрать не сможет Так что У нас единственная цель Набрать больше этого количества Вот и все Можете набрать 10 тысяч Можете набрать 1300 Можете набрать 1400 Полторы можете набрать очков И при этом Вы пройдете миссию Не будет такого Что у вас миссия будет провалена Так же и я поступаю Ну, мне вообще на самом деле Наплевать Я просто прыгаю, прыгаю, прыгаю Я знаю, что я уже смогу победить Этого оппонента Нашего соперника Собственно, и давайте дождемся Тогда, когда Я Уже его выиграю Ибо Здесь Ничего Нет сверхъестественного Кстати, я набрал 1530 очков Кто сможет больше Пишите в комментариях У кого вообще сколько было На этой миссии И вообще проходили вы Эту миссию или нет А то возможно Блин, есть такие Чуваки в комментариях Которые больше Этой миссии Ничего не проходили Дальше просто развлекались По городу бегали Так вот, у меня 7500 Можно было и больше набрать Можно было 10 тысяч набрать Можно было 15 тысяч набрать Но опять же Все зависит от ваших рук От ваших попаданий В такт Так вот Миссия пройдена Все отлично Бежим сразу же Заранее бежим На миссию Цезаря Он нам еще не позвонил Но мы-то, блин, знаем Где находится его маркер Правильно Запрыгиваем на Заборчик Перескакиваем его Ждем звоночка От Цезаря И сразу же его скидываем Опять же Не тратьте анимацию Не трачу Не тратьте А время на анимацию Когда Сиджей Кладет трубку Себе в карман Также спрыгиваем Да, я это показывал Еще в предыдущей части Как это делается Ну, в принципе Более детально Более наглядно Это было показано Потому что поверхность Была снизу Ого, какая То есть Сиджей Как бы спрыгивает с нее Во время анимации И при этом Не тратит время на То, чтобы засунуть Телефон обратно К себе в карман Игра нас просит Ехать за Цезарем Но нам плевать Мы и так знаем Где начало гонок Типа и без него Поэтому просто Заранее едем уже туда На маркер Встаем И активируется триггер Начинается миссия Один, два Погнали Вперед Йоу Некоторые пропускают Сразу НПС Для того, чтобы Они тут вот устроились Карамаргаг Карармагедон Вот так вот Блин, офигеть Я тут запутался В четырех, блин, словах Меня тут подбили Вот это вообще не приемлемо Потому что нужно доджить Все эти Мовые НПС Но никто от этого Не застрахован Ничто не идеально Никто не идеален Поэтому Мы просто Проезжаем эту гонку Следуя за чекпоинтами Тут особо каких-то срезов Ничего нет Главное собирать чекпоинт И И пройти гонку До конца И последний маркер Оп Миссия пройдена Отлично Все хорошо сделали Обратите внимание Что у меня не было ХП в предыдущей части Я специально Так можно делать Типа оставлять его Потому что Можно здесь покушать На этом колесе Обозрения Тачка Вуду Отличный автомобиль Кстати Вот опять же Здесь не обязательно кушать Если у вас хп полное При этом То есть зачем кушать Зачем тратить на это время Если у вас полное хп Просто вот Так сложилось Так получилось Что у меня Они были не полные А для следующей миссии Мэддог Ревейнс Очень важно иметь Полное хп То есть могут продамажить Но об этом Я расскажу тогда Когда мы дойдем До того самого дэмэджа Который Нам предстоит Принять в себя Так вот Миссия Уджилока Встаем на маркер Так хорошо Что Опять же Рандом Рандом Располагается Так что У меня байк появился Здесь Это очень хорошо Это прям Дает невероятный Буст В вашем ране Вообще Байки Это всегда буст Запомните это Раз и навсегда Что байки Это очень клево Это очень быстро Это мастхев Блин Вообще В любом спидране По ГТа Вот Ну разве что Наверное в третьей Потому что Их нет вообще там Едем До особняка Мэтт Дога Извиняюсь Что-то пишет в горле Надо было попить водички Так вот Забираемся Прям на байки Не стесняемся Все хорошо Все вытянет А так Если байка у вас нету Разумеется Придется на машине Тоже через это препятствие Преодолевать Но Байк это прям Лучший вариант Для этой миссии Для любых Видов миссий Байки Это очень хорошо Заходим в дом У нас еще будут Только ножик Что мы должны ножом этим сделать Разумеется Всех охранников Нафиг перерезать Вот так вот Сходим Пац Он падает Теряет сознание Достаточно Просто одного нажатия Мышки И он упадет То есть опять же Вы не всегда можете его уронить Но главное Это быстрее преодолевать Вот эти вот точки Которые видите Вот Хоп Дриггерится кассцена Все В принципе Следующие охранники На вас забили болт Тут главное перепрыгивать Получаем Минимум дэмэджа Опять Дриггерится кассцена Тот чувак Который сидит Тут важно перепрыгнуть Хоп Это важно перепрыгнуть Если вы не перепрыгнете Он вас заметит И нанесет дэмэдж Берем броник Разумеется Берем книгу рифм И слайд Это было очень быстро Я знаю Но Я в описании Оставлю ссылку На То как делать слайд Вы должны этому научиться И потом Преучитесь до такой степени Что Все будет хорошо Ну в принципе Вы научитесь Некоторых Пшикаем Некоторых нет Ну в общем Делаем все то Что делаю я Вот Потому что Надо первого Шипнуть Второго Шипнуть Причем Через все это Через слайды Разумеется Транспорта Никакого нет Только байсикл Прыгаем с байсикла Прям на парковку КФС Точнее Бургершота Перепрыгиваем через Непроходимые Блин Кустики И у нас байк Тоже важно После этой миссии Не знаю Процентов 80 То что здесь будет Какой-то байк Не важно Полицейский Или обычный байк Как у меня В данный момент Вот Абсолютно не важно То есть Главное здесь взять байк Я уже устал повторять Для чего это делается Для того чтобы Вы быстрее были Просто И со вкусом Вот Просто преодолеваем И проходим эту миссию Уже до чиппоинт Осталось доехать И все будет хорошо Отдаем Книгурив Мэтдогу В смысле Оуджилоку Господи Что тут происходит А Так Отличненько Мир брат Да Мир дружбы жвачка И идем дальше Менеджер Мэтдога Очень интересная миссия На самом деле Потому что Мы используем тот же байк Который мы приехали сюда Вот Потому что В принципе игра Ну Сейчас расскажу Принцип миссии Да Вы должны У охранника Взять в автомобиль В этот автомобиль Сядет менеджер Мэтдога И Его нужно Скинуть в водоем В любой Вообще реально В водоем Который есть на карте В любую водичку Так игра устроена Что Ну На самом деле Не важно В какой Ну Не важно Прям вот В тот водоем Скинуть Который просит Игра Вот тот самый Охранник Тут главное Еще Демеджер Главное не получить Получите демедж Придется тачку Ремонтировать Так что Вы Имейте это ввиду Что Нужно быть Максимально осторожным Вообще Лучше Здесь Трафик Не диспавнить А то Вы сами Понимаете Что он может Перед вами Появиться И это Повредит Ваш автомобиль А это Неприемлемо Здесь Это опять Ненужное Время Лишнее На покраску На ремонт Автомобиля Часики так тикают Ребятушки А надо быстрее Спешить Этот спидран Спидран Как бы ошибок Не прощает Так вот Тут то же самое Это ошибка Считается Как и провал Миссий Толкаем Впереди Оппонента Он нам ничего Не сделает Не бойтесь Просто можно Смело Таранить Этот автомобиль Вы уже Затриггерили Вы уже Стали в Цепочку Эту самую Мейнджер К нам сел Мы стараемся Идти на обгон Впереди Планеты Всей Такой важный момент То что видите Я через все Просто Через все Повороты НПС это тупые Они не смогут Так же в поворот Зайти как и вы Здесь тоже Огибаем И НПС просто Остаются сзади Оп Тут я немножко Блин Не справился С управлением И вот В любой водоем Который я вам говорил Не обязательно ехать на маркер Просто вот сюда Бац Мы его роняем Миссия выполнена Почему именно здесь Потому что рядом Миссия уже Которая Нужна следующая Кассена у нас Это просто Миссия Кассена Она сразу Скипается Опять же Рандом улыбается нам Дает нам байк Очень хорошо Так И пылающая страсть Сейчас надо будет Установиться Принять звоночек Нам позвонит Оглок Скажет что у нас Вечеринка Намечается Типа мол Парым парым Приходи уже сюда К нам Время уже позднее Самое время Я жду Кликаю активно на тап Для того чтобы Принять звонок И скипаю его Сажусь в байк И еду К миссию Пылающая страсть Находится он около Пончика Всем известный Наверное Этот монумент Огромного пончика Вот он здесь есть В Лос-Антосе Миссия Краша Даем байк на ход Ставим точнее Его на ход Дальше Принимаем звоночек Потому что сейчас Будет звонок от Краша Скажет типа Давай сюда дуй А мы уже знаем Где ты находится Стоим на маркер И Пылающая страсть О да Садимся в полицейскую машину Для того чтобы взять дробовик Вообще В любой ГТА Запомните Если вам нужен дробовик Можно всегда Сесть в полицейский автомобиль И он там всегда будет Не знаю Вот как-то вот такой вот фетиш Орак Стар Не знаю Или так правильно Просто вот Фишка такая Что в каждой Пылеской машине Есть дробовик Вот сейчас мы его взяли Для того чтобы В дальнейшем делать слайд С помощью дробовика Вообще Все слайды делаются С двуручных оружий Если Карл прицелясь Держит оружие двумя руками С этих оружий Можно делать слайд Да и вообще В принципе Что Карл Держит двумя руками Со всего можно делать слайд Пускай это будет Любой объект Но об этом чуть позже Тут я не смог взять То есть важно Блин сначала Дождаться Когда Карла возьмет А не сразу Блин прыгать в байк Ну и просто Запоминаем пути Вообще как я срезаю Через Глен Парк Целый И едем Уже поджигать Блин домишко Домишко Вот так вот Денис Там где-то на втором этаже Блин развлекается А я тут поджигаю Блин все Просто Можно вообще на самом деле Здесь игнорировать всех НПС Потому что тут Гораздо важнее Сделать все очень быстро Тут я сгорел Вот Видите они стреляют Но они не попадают Нифига Тут важнее просто Вот если вы будете Соблюдать скорость какую-то Да вы просто не будете Стоять на месте Вам НПС И вообще в принципе Урона никого не нанесут Это очень важно понимать Так и слайд Делается здесь Заходим в дом И с помощью дробовика Делаем слайд У меня еще не получился Блин отлично получился Кайф Берем огнетушитель Для того чтобы Тушить блин пукан Нашей девушке Которая горит И с помощью слайда Опять же Почему здесь Применяется слайд Потому что Сиджей Бегает разумеется Медленно Слайд Разумеется Быстрее чем Просто походка Сиджея В беге Типа он тут Без шафта бегает Вообще в помещениях Бегать нельзя Спокойно тушим пожары И Доходим до первого этажа Такое бывает То что Деннис Любит потупить Деннис любит Постоять Что то там Невнятное поделать Она застревает в текстурах Так что следите Блин Чтобы она за вами двигалась То есть вы прошли Какое то да Сколько то метров Блин вперед По этому дому Смотрите за ней Чтобы она тоже прошла Вот А то она может затупить Если вы будете Просто все пробегать Сами понимаете Как это Магнит действует К нашему персонажу И вот как НПС бегают за ним Все она в принципе Наступила ногой В эту комнату И можно уже выходить Потому что триггер Триггер сработает О том что Типа она вышла Все дела Вот Так может еще остаться Там блин И вам скажут Типа давайте Бегите за девушкой Назад домой Все спокойно Деннис отвозим К ее Присталищу Я не знаю Если так можно Вообще назвать Это ее домик Это ее домик Который В случае желания Там да Какого то Пылающего Карл тоже может быть Там в этом домике Довольно таки часто Но опять же Блин неинтересно Без хоткофи Без хоткофи Играть в это Присталище Да Если вы понимаете О чем я Так вот Все Проходим миссию И следующая Миссия Сейчас мы пройдем Вот это вот Все давай До свидули Девчуля Пока И следующая Миссия Сложная для многих Ребят Но на самом деле Здесь нет Нифига сложного Вронг сайд Трэкс Типа Тебе нужно Следовать за поездом Си Джей Всего лишь Не по ту сторону Закона Не знаю Почему так Не по ту сторону Ну рельс В основном Типа От СЛ Наверное Студия Такой перевод Ну ладно Не по ту сторону Закона Окей Юнди Стейшн Гайз И это самая такая Проблемная миссия Для многих Типа Никто не может Следить за этим поездом Следовать точнее За ним Но на самом деле Тут все очень просто Есть опять же Множество прохождений Как пройти эту миссию Полегче Посложнее Много есть разных способов И быстро И медленно Да Вот я вам покажу Такой среднячок В принципе Если потренироваться Вы будете Всегда проходить эту миссию Таким вот способом И Вообще Никакого труда У вас это вообще Не возникнет Типа Проходите Раз Проходите Два Натренировались Главное опять же Это тайминги Вот здесь Главное соблюдать тайминги Вот заходим Встаем вот сюда На эту крышу Вы видели Как я сюда забрался И как только Хоп Третий появляется Сразу же Блин Скачок Убиваем всех НПС С помощью Нашей УЗ Нас рифмую Тут у меня немножко Не получилось Я тут сейчас улечу Так грамотно Смотрите Бац Такое бывает Опс Ну разумеется Нужно тормозить И просто уезжать К дому Биг Смока Но такое тоже Вот видите Никто не застрахован От каких-либо неудач Ну да ладно Тут еще Еще более-менее Ладно Хотя всех их уничтожил А то бывает такое Что один остается Не хватает патрончиков Не знаю То ли ты Сам себя переборол И такой думаю Ай да сейчас он умрет сам Да нет Нифига не умирает И едет там дальше И приходится возвращаться Тратить время Но благо что Получилось все Именно так Как получилось Сейчас Миссия Пройдена Вот и все Всего-то за Каких-то две минуты Так Just business Ммм Тоже весьма В принципе Не сложная миссия Важно В первой части Этой миссии Когда вы не на байке Вот сейчас Вот только что Вот заедете на маркер Вы окажетесь в здании И здесь важно Поставить хатшоты Я не тот человек У которых нужно Учиться этим хатшотом Самым Просто потому что Я привыкаю 25 фпс Это ужасно Вот И здесь я сейчас Покажу не очень Хороший результат Но тем не менее Важно здесь Поставить хатшоты Каждому Вот Тут буду мешкаться Блин на самом деле Здесь У меня затянулось Эта миссия Просто потому что Я не попадал В голову Рисковал Здоровьем своим В общем Не самый Показательный Вариант Как нужно Ее проходить Вот Но суть Вы уяснили Главные хатшоты Главные хатшоты Ребят Берем броню Потому что Видим что у нас Половина хп И в следующей зоне У нас тоже ждут враги Здесь так же Тот же принцип Хатшоты Чем быстрее Вы уничтожите противников Тем быстрее Сработает Триггер Для следующей части Этой миссии Так скажем Для продолжения Вот видите Пока вы их не убьете Блин Никакого чуда не будет Биг Смог будет Так же там стоять Отстреливаться И только потом Мы к нему подбегаем После того как Уничтожили всех НПС И только тогда Активируется Кастсцена Далее Далее В принципе Ничего Не нужно делать Просто понимаете Вот сейчас вот От вас вообще ничего не зависит От вас зависит Будет ли цел мотоцикл Вот и все А дальше все делает Биг Смоук И его скрипт А вы на этот скрипт Никак не можете повлиять Вы не можете его ускорить Вы не можете с ним Ничего сделать Просто скрипт И все Вы разве что можете уничтожать Во время врагов Которые Которые посвечиваются На карте Вот и все С этим трекером Ничего не произойдет Его нельзя уничтожить Это скрипт Вот А вы наперед можете так стрелять Уничтожать Уничтожать бензобаки Автомобили Они будут взрываться Просто вот зная Вот на этой точке Вот вы например Должны будете уничтожить Этих людей Ну типа засады Видите такая И вы должны будете их уничтожить Но зная там Где находится бензобак У автомобиля Можно их сразу же уничтожить Без каких либо проблем Отличненько Ну в принципе Вот и все А вот и все А вот и все И это была наша последняя миссия На сегодня Всем большое ребят Спасибо за просмотр Just Business В следующей части Мы смотрим с вами Еще Уже последнюю Заключительная часть У нас будет третья Мы рассмотрим Уже с вами весь Лос-Антос Будет заключительная часть И спасибо вам Большое за поддержку Спасибо за ваши лайки Спасибо за комментарии Надеюсь вам все это Очень нравится И я стараюсь для вас Вам Вообще надеюсь Не сложно поставить лайк Поддержать Так сказать Эту рубрику на канале С вами был Хик Всем большое спасибо За просмотр И до следующей части Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok